большой привет из одессы дорогие друзья канал одесская кухня очень любит нас и сегодня хочет побаловать одним очень полезным и в то же время очень вкусным блюдом который называется пшеная каша если вспомнить что такое пшеная каша конечно большинство из нас по умолчанию не любит ее еще с детства почему но довольно слишком сухая менее вкусно чем другие виды каши и как правило пшеная каша она выпадает из нашего меню из нашего рациона и хочу вам сказать что выпадает незаслуженно почему все дело в том что пшеную кашу нужно правильно ведь готовить чтобы она была и рассыпчатая и нежно и захотелось ее еще готовить много-много раз чтобы у нас сегодня получилось нежная рассыпчатая пшенная каша хочу вам рассказать 1 одесский анекдот представьте привоз покупатель подходит продавцу дынь скажите пожалуйста почем эти ваши яблоки продавец парирует не трогайте виноград руками и ингредиенты 1 стакан пшенной крупы объем 250 миллилитров 50 грамм сливочного масла 250 миллилитров воды для очистки каши это отдельный секрет потом разберем а также соль сахар и пол литра воды для варки самой пшенной каши дорогие друзья сегодня обсудим 5 лучших секретов приготовления нежнейшие рассыпчатой пшенной каши и так друзья готовим пшеную кашу разберем сегодня 5 главных секретов как сделать так чтобы обычная пшенная каша которая нам никогда не нравилось действие возможно не нравилось и взрослым состоянием сегодня получилось отменная рассыпчатые волшебной прекрасно и настолько вкусно чтобы было желание частенько готовить и пользоваться этим вкусным инструментом для хорошего настроения и так секрет первое как мы знаем пшенная каша является на самом деле ее можно назвать чуть ли не сама грязная среди всех видов каш я имею ввиду крупу пшеную почему очень много пыли и очень много масла от не пристает там различных крахмала то много и так далее поэтому большую часть времени на приготовление каши мы как раз тратим то чтобы ее перебирать это раз и вторую чтобы очистить от пыли кашу он сколько мог я уже перебрал конечно длительное занятие как очень быстро и классную чистить от пыли от пыли и грязи берем сотейник всыпаем стакан пшенной каши вливаем стакан холодной воды кладем на плиту на огонь и доводим до кипения пшенная крупа уже закипела кстати между вместо сотейника можно использовать небольшой толстостенный казан обычно какие используют на востоке так даже лучше лучшие каши конечно готовят казани дальше что мы делаем снимаем с огня через сито тщательно минут пять-семь полностью промываем грязи и пыли до прозрачной воды а также если вы обратили внимание здесь есть небольшие крупинки черные также от них избавляемся промыть очистите перебрать нужно крайне тщательно вот примерно делаем это таким способом черной крупинки я уже убрал и вот промываем честно говоря уже 8 минут и это делаю а вода еще идет непрозрачная поэтому промываем полностью до прозрачной воды в конце концов нам же эту кашу кушать секрет номер два шаная группа полностью промыта до чистого состояния кладем обратно сотейник на огонь и вливаем на один стакан крупы ровно два стакана кипятка то есть соотношение по объему крупа вода один к двум если добавим меньше каша будет сухого если добавим больше недостаточно рассыпчатая доводим до кипения выравниваю каша такие закипела собираем шум как мы хорошо и не промывали а шум нужно собирать и собирать тщательно ничего хорошего в нем нет и так секрет 3 варим кашу ровно 10 минут под открытой крышкой при этом через пять минут кашу нужно сдобрить специями солью и сахаром солью и сахаром по вкусу если любите сладкую щепотку соли и ложка 2 сахара если как гарнир не сладким блюдом тогда добавляем сахар одну-две щепотки а соль по вкусу секрет 4 прошло 10 минут вода только-только ушла за крупу берем 50 грамм сливочного масла который анонсировал делим его на небольшие кусочки распределяем его по каше вот здесь вот по принципу как варят лук сливочное масло сейчас полностью растворится и покроем всю кашу благодаря этому каша будет рассыпчат пятый секрет накрываем крышкой варим еще ровно одну минуту затем выключаем и этот сотейник или казанок или кастрюльку в которой мы варим пшеную кашу нужно обязательно очень хорошо накрыть накрыть желательно каким-то старым пуховым одеялом старым пуховым старым пуховым одеялом или старым пуховиком и продержать таком состоянии около 30-40 минут и вот только тогда пшеная каша получится настоящая классная обалденная и волшебная что еще хочу добавить от себя это базовый вариант правильно приготовленная пшеной каши следующий раз чтобы она не приедалась можно добавлять на выбор две-три коробочки кардамона одну две щепотки корицы на выбор пару щепоток аниса или одна звездочка бадьяна дело у нас спорится и скоро приготовим вкуснятину поможем ей еще одним вторым одесским анекдотом на приеме у врача где-то на молдаванке доктор вы знаете у меня нос заложен а я вас умоляю у меня таки квартира заложено а вы со своими смешными соплями дорогие друзья прошло 40 минут посмотрите как выглядит наша каша аромат превосходная разваренная правильная шиной каши когда вы отведаете эту вкуснятину обязательно поделитесь лучшими друзьями знакомыми родственниками подругами если есть возможность выставите ссылку на эту кашу социальные сети кулинарные форумы и другие интернет ресурсы ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя и свою семью приятного аппетита пока до сих пор до сих пор